На этой неделе не стало одного из самых скандальных и влиятельных в истории модельеров. Умер Карл Лагерфельд. Он создавал одежду для домов моды Шанель, Фенди и других. Его называли Карлом Великим или Королем моды. Ему было 85. Новую и коза, а как оказалось, последнюю коллекцию он представил всего лишь месяц назад. Его любили и ненавидели, а он больше всего на свете любил свою кошку, которую уже после смерти сделала одной из самых богатых в мире. Все подробности у Кристины Мяснянкиной. Он называл ее своей принцессой. Своей кошке модельер Карл Лагерфельд души не чаял. После смерти оставил ей целое состояние – 200 миллионов долларов. А она надела траур. Благодарю всех за соболезнования. Всем своим некогда холодным, а теперь просто разбитым сердцем я ухожу в траур. Я молюсь, чтобы ваши добрые слова и пожелания помогли мне двигаться дальше, в будущее, без папочки Карла Лагерфельда и стать самостоятельной женщиной. Этот пост Шупет опубликовала в своем инстаграме. Вероятно, не без помощи своих трех фрейлин. Белоснежные красавицы и белоснежный кайзер жили по-королевски. Мой друг оставил ее одному из моих приятелей со словами «Я уезжаю на пару дней, не мог бы ты за ней присмотреть». И потом, когда он вернулся, я сказал ему «Извини, Шупет моя, я не отдам, Шупет обратно». Свои первые деньги она заработала на съемках рекламы японской косметики. А потом и вовсе стала лицом, а точнее мордочкой известного автомобильного бренда. За ту фотосессию Шупет, что в переводе «капусточка», получила, говоря на жаргоне, немало капусты. Три миллиона долларов. Лагерфельд всегда говорил, тот, кто будет заботиться о кошке после его смерти, не будет ни в чем нуждаться. Знаете, если вы ее увидите, вы моментально влюбитесь в нее, потому что она невероятная. Эти огромные сапфировые глаза, этот прекрасный белоснежный мех. Возможно, Шупет возглавит так называемый «Катафорбс», подвинув Блэки, чей хозяин был антикваром-миллионером, и Грэм Пикета. Его вечно недовольная мордочка помогла хозяину зарабатывать миллионы. Своё состояние папочка Шупет сколотил еще в 60-е. Тогда Лагерфельд стал дизайнером известного дома-мода «Фэнди». Потом был «Шанель» и, конечно, собственный бренд – Карл Лагерфельд. Он – король моды. И самое любопытное, что в то время было два короля. И эти два короля в своей юности победили на одном и том же конкурсе и разделили это место на двоих. Это был Карл Лагерфельд и Всаларан. Но титул «Казер» получил именно он. Это отсылка к немецким корням. Да и вел себя Лагерфельд по-королевски. Недаром второй прозвище – Карл Великий. Он не раз признавался, что «Шанель» не понравилось бы то, что я делаю, следуя чужим правилам, не в его стиле. Он создавал около 10 коллекций в год, не меньше. Такого вообще никогда не было в истории моды. И очень хочу подчеркнуть, что 65 лет Карл Лагерфельд служил в высокой моде. Он легко расставался с теми, кто ошибался, и всегда добавлял – прощать слишком легко. Я могу забыть случайно, но не могу простить. Я предпочитаю мстить. Дело в том, что он считал себя единственным художником, он никого не признал больше. У него не было никаких кумеров, он стал себя кумером. Поэтому заключался его парадокс. У Лагерфельда было много недоброжелателей, например, зоозащитники. Его ненавидели за то, что использовал в коллекции натуральный мех. Миллионы англичан готовы были порвать модельера за то, что назвал национальную героиню, певицу Адель, толстухой. Врагов он нажил и в России. Если бы я был русской женщиной, то, наверное, стал бы лесбиянкой, потому что у вас очень страшные мужчины. Он всегда был острый на язык. Его резкие выражения получили даже имя – карлизмы. Не доставалось, пожалуй, только крошке Шупет. Она и его муза, и чуть ли не главная модель. Однажды модельер привез фотографии своей любимицы на выставку в Берлин, а саму принцессу оставил дома. Это слишком короткое путешествие для нее. Я беру ее с собой в дальние поездки в США или Южную Америку. Но это слишком большой стресс для одного вечера, и такая короткая поездка этого не стоит. Здесь слишком много людей. СМИ питомца Лагерфельда прозвали самой богатой кошкой в мире. Но это только домыслы. У Шупет есть свой банковский счет, но получить наследство официально она не может. Во Франции животные не рассматриваются как физические или юридические лица. Поэтому переписать наследство на любимцев невозможно. Скорее всего, Лагерфельд об этом знал. Поэтому миллионы завещал не Шупет, а благотворительному фонду, который будет ухаживать за принцессой. Кристина Мяснянкина, Александр Александров и Сергей Вербецкий. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин